МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катались на велосипедах, получали паспорта и любовались невестами. Как Северодвинск встретил День России, расскажем в рубрике «Культурный город». В Архангельске проводится проверка по факту гибели женщины с ребенком в результате пожара. Трагедия произошла на улице Гвардейской. Теперь подробнее. 10 июня Северодвинскому хлебокомбинату исполнилось 77 лет. К очередному дню рождения на предприятии запустили новую линию по производству батонов. Преимущество инноваций оценили губернатор области Игорь Орлов и глава Северодвинска Игорь Скубенко. Северодвинский хлебокомбинат. В этом царстве запахов и ароматов Галина Леонова работает 10-й год. Она – тестовод. Из-под ее рук рождается мучная основа для любимых хлебобулочных изделий северодвинцев. Батоны нарезной, с изюмом, булка городская. Работать с тестом интересно вообще производство. Тяжелому ручному труду на предприятии теперь есть замена. Автоматизированная печь. Она выпекает батоны без использования металлических листов на специальной сетке. Управление всеми технологическими процессами и контроль заданных параметров осуществляется компьютером. С обновленным производством познакомился губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Северодвинска Игорь Скубенко. Городу Корабелов принадлежат 100% акции Северодвинского хлебокомбината. Самое главное сегодня – это не стоять на месте. Обязательно нужно смотреть вперед, смотреть в будущее и уже ориентировать сегодня производство именно на те запросы, которые будут завтра. Новую линию по производству батонов на предприятии запустили к 77-й годовщине комбината. Она заменила свою предшественницу, которая была установлена в 1983 году и отработала в четыре раза больше положенного срока. Суточная производительность новой линии – более 13 тонн хлеба в сутки. Объявляли конкурс, мы торговались полгода. Мы сэкономили 13,5 миллионов рублей. То есть за право поставки нам этого вырунили две фермы. Выиграла чешская компания «Д-4», та же самая компания, что поставляла нам оборудование по производству клеммонолизного, даркинского, даркинского, извините. Сегодня предприятие проводит целенаправленную модернизацию производства. Это позволяет сдерживать цены и одновременно расширять ассортимент. Только в прошлом году на предприятии начали выпускать 17 новых наименований продукции, в том числе 8 кондитерских и 9 видов хлебобулочных изделий. Вот, например, маленький секрет приготовления знаменитого армянского хлеба. Делается на натуральном масле с добавлением сахарной пудры. Очень вкусный продукт. А сейчас смазываем яичный порошок, разбавленный с водой в определенной консистенции. Коллеги, кто работает здесь, на этом предприятии, демонстрируют самый высокий уровень подхода к той деятельности, которой они занимаются. Но и при этом, вы знаете, иногда мы за технологиями, за совершенствованием всех процессов производства, ну, можем потерять эмоциональную составляющую пищевой продукции. Здесь этого не допускают. Гости продегустировали свежую выпечку. Специалисты поделились планами на будущее. Например, сейчас технологи работают над запуском в производство батона с морскими водорослями. Напомним, Северодвинский хлебокомбинат входит в число 100 лучших товаров России. В 2017 году предприятие получило золотые и серебряные медали международного осмотра качества хлебобулочных изделий. А также стало лауреатом региональных конкурсов «Достояние Севера» в номинации «Предприятие производственной сферы» и «Премии Ломоносова» в номинации «Бренд Северодвинска». А в администрации Северодвинска наградили лучших спортсменов зимнего сезона 2017-2018 годов. Грамотами, кубками, специальными нагрудными знаками и премиями награждены абсолютные чемпионы Северодвинска по лыжным гонкам Анна Петухова и Алексей Минин. Серебряными призерами чемпионата стали Анжелика Яшина и Александр Кудрин. На третьем месте Ирина Веселова и Константин Чесноков. Грамоты и премии вручили и лучшим спортсменам 52-х зимних беломорских игр. Среди них Вячеслав Панормов, абсолютный победитель по зимнему палеотлону. Как избежать преступности в семье? Эту тему обсудили в администрации Северодвинска. Предложения рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. По данным полицейских, с начала года семейно-бытовая преступность снизилась на 11% по сравнению с прошлым годом. Все же в 90% случаев девоширство происходит в состоянии алкогольного опьянения. На преступления данного характера оказывает влияние уровень жизни как всего населения, так и каждой конкретной семьи. Буквально два дня назад мне поступила информация о том, что из одной семьи были к больницу доставлены несовершеннолетние. Из-за того, что родители находились в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, между ними как раз произошел семейно-бытовой конфликт. Такие ситуации случаются, поэтому необходимо всем оборудоваться на профилактике проводить работу и предупреждать родителей. На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассмотрели несколько вариантов решения проблемы. Например, необходимо повысить информированность горожан об административной и уголовной ответственности, распространить в жилом секторе специальные памятки предостережения о способах защиты от преступных посягательств и насилия в семье, а также проводить профилактические беседы в детских образовательных учреждениях. На каникулах подросткам предлагают потрудиться. Уже семь лет на базе молодежного центра открыта биржа труда. Ребята от 14 до 18 лет могут заработать в месяц от 4 до 6 тысяч рублей. Подсобные рабочие, курьеры, помощники, секретарей, подростки трудятся от 2 до 4 часов в сутки. На летние каникулы планируют трудоустроить порядка 60 несовершеннолетних. А желающих оказалось в разы больше. Уже в молодежный центр поступило 200 заявок. В приоритете те подростки, которые о работе на каникулах позаботились еще зимой. Что касается трудоустройства, у нас за летний период 2018 года в рамках биржи труда при молодежном центре планируется трудоустроить порядка 70 несовершеннолетних. Сейчас также работа идет уже дополнительно. Что касается трудных подростков, удалось привлечь средства обоснованного бюджета. Там порядка 100 тысяч рублей для трудоустройства несовершеннолетних как раз-таки этой категории. Не удалось решить, скажем так, технические моменты финансовые и привлечь непосредственно молодежный центр. Но через это клон мы сработаем. Денежки это никуда из муниципалитета не уйдут. Этот момент держим на контроле. Так и в прошлом году активно подключились к подростковому трудоустройству детские сады города. Приятная новость для тех, кто собирается узаконить свои отношения. Теперь влюбленные могут подать заявление в ЗАГС не за полгода, а за год. Законопроект одобрили на заседании правительства страны. Соответствующие поправки внесут в Семейный кодекс и в Федеральный закон об актах гражданского состояния. Подать заявление можно будет как при личном обращении в ЗАГС, так и через портал госуслуг. Теперь о погоде. Прогноз на четверг подготовила Ольга Матвеева. Наконец-то впереди потепление и солнечные дни. Здравствуйте! О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор стоматологический центр «Престиж Дент». Весь спектр стоматологических услуг. Престиж Дент, улица Октябрьская, дом 3. В стоматологическом центре «Престиж Дент» можно сделать томографию и телерентгенографию. С их помощью вы можете провести анализ в корневых каналах, парадонтологии, ортодонтии, имплантологии, хирургии, а также оценить состояние височно-нижнечелюстных суставов. Для лор-врачей проводится томография придаточных пазух носа. Стоматологический центр «Престиж Дент». Рад видеть вас по адресу, улица Октябрьская, 3. 14 июня по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 4 градуса тепла, днем плюс 11. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 14 июня у стен брусничные губы. На Руси в этот день внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, то это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна. У меня все. Улыбайся и счастье. До встречи. Сдача 4 квартал 2019 года. ЖК «Белые ночи» на пересечении Беломорский «Индустриальная». Сдача 4 квартал 2019 года. Подробности 8 911 556 17 17 или на сайте sig29.ru На минувших выходных горела квартира на Яграх. Огонь вспыхнул на Дзержинского 3А. По словам огнеборцев, очаг возгорания обнаружили на кухне. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается о других происшествиях в рубрике «Протокол». В центре Архангельска загорелся дебаркадр. ЧП произошло на набережной Северной Двины 71. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение полузатонувшего дебаркадра, стоящего у причала. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья. Возникла угроза для припаркованных на берегу автомобилей. Пожарные сбили пламя, не дав огню повредить автотранспорт. Заброшенный бывший ночной клуб. На дебаркадре установлен триумф, так называемый, название у него было. Происходит горение верхней надстройки, нижняя надстройка затоплена. Он уже не работающий, угрозы ничему нет. И горение причала на 50 квадратных метров пока происходит. На данный момент пожар локализован, работает в четыре отделения. Дебаркадр значительно поврежден огнем, также от него пострадал причал. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем посторонних лиц. Пострадавших нет, в обстоятельствах разбираются следственные органы. В Архангельске проводится проверка по факту гибели женщины с ребенком в результате пожара. Трагедия произошла на улице Гвардейской. На месте происшествия обнаружены тела 25-летней женщины и ее 6-летнего ребенка. По предварительным данным, глава семейства смог спастись, выпрыгнув из окна квартиры на втором этаже. Пенсионерка, проживающая по соседству с ними, госпитализирована в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка. Предположительно, возгорание началось на первом этаже. Водитель под Северодвинском улетел в Кювет. ДТП произошло накануне в районе 2-го километра Куземского шоссе. По данным сотрудников ГИБДД, 40-летний водитель на Рено не справился с управлением, из-за чего машина съехала в Кювет и опрокинулась. Сотрудники Северодвинской службы спасения извлекли водителя из машины, после чего на щите передали пострадавшего медика. Предварительно у рулевого черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом ключица со смещением. Северодвинской службы Северодвинской службы Северодвинской службы Северодвинской службы Северодвинской службы Северодвинской службы Северодвинской Северодвинской службы 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 Северодвинской службы